Привет подписчики и гости канала Инсен Студия. Сегодня я снова приехал на Майдан Независимости, чтобы отслеживать ход строительства центральной фан-зоны для Евровидения 2017. Сегодня у нас уже 28 апреля и посмотрим на каком этапе находится строительство сегодня. Сзади меня находится дом профсоюзов, который несколько дней назад был открыт для общего обозрения. Сегодня, как мы видим, уже начинаются работы по завешиванию этого здания. Прямо здесь идут работы по озеленению клумбы, так же, как мы можем увидеть, убрали пленку с логотипа и теперь оно выглядит плюс-минус так, как должно быть. Помните, несколько дней назад, когда я сюда приезжал, я жаловался, что рекламы нет ни на каких стендах? Сегодня реклама начала появляться, но и все же ее недостаточно, чтобы ощутить атмосферу конкурса. На улице я также нашел рекламу с победительницей Евровидения 2005 года. Это была первая победа Украины на этом конкурсе. Руслана также зазывает покупать билеты на вечерние шоу Евровидения в МВЦ. На этом месте со стороны Майдана Независимости будет начинаться фан-зона. Мы уже видим части основной сцены. Напомню, что здесь будет находиться самый большой экран, на котором будет трансляция первого и второго полуфинала, также финала и трансляция событий с красной дорожки. Здесь будут выступать почти все страны участниц Евровидения 2017, и много интересных событий также будет происходить на основной сцене. Возможно, это мне кажется, или на самом деле эта сцена напоминает сцену в МВЦ. На сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами завтра на канале Нинсен Студия, поэтому я предлагаю вам подписаться на мой канал. Все необходимые ссылки на прошлые видео вы найдете в описании. Большое спасибо, что были со мной, увидимся и пока-пока.